И напоследок об еще одной из достопримечательностей республики, подходящей под определение самой отдаленной населенной пункт Кабардино-Балкарии, селении Малакановское Прохладненского района. Чтобы добраться до столицы республики, его жителям приходится преодолевать путь длиной в 140 километров. Несмотря на это, сельчане, чьи хаты в прямом смысле получаются с краю, на деле смысл пословицы не подтверждают. Жизнь в селе бьет ключом. Почему же для жителей Малакановского город-царство, а деревня рай, выяснял наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. В Кабардино-Балкарии очень многие даже не знают о существовании этого населенного пункта. Как здесь люди живут? Чем живут? Кто им помогает в решении насущных проблем? От райцентра Прохладного, конечно, далековато – 70 километров. Но когда в селе без перебоев есть электроэнергия, вода и газ, с остальным справиться можно, убеждена глава администрации Малакановского. Здесь, на стыке границ Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, проживают чуть больше 500 человек. Кабардинцы, балкарцы, русские, турки-мескетинцы, украинцы. Точных подсчетов никто не проводил, но не менее 16 национальностей. В 81-м в селе был основан финсовхоз «Солнечный». Позже – опытно-производственное хозяйство под тем же названием. В условиях рынка предприятие выстоять не смогло. С этого и начались трудности. Если раньше был совхоз, там люди работали, то сейчас, конечно, каждый вынужден либо работать в социальной сфере, либо где-то трудоустраиваться, либо кто-то сам своим каким-то делом занимается или хозяйством. Рельеф местности в Малакановском равнинной. И несмотря на то, что рядом протекает река Кура, климат засушливый. Но Александру Стерлёву это не помешало разбить здесь интенсивные сады, виноградники, питомники по современным технологиям. Да такие, что специалиста-селекционера в округе уважительно прозвали Мичуриным. Даже из соседнего Ставропольского края к нему приезжают за опытом. С гордостью сообщают селяне. Как это получилось? Нужно хотеть иметь тот результат, который ты хочешь иметь. Для этого нужно желание получить результат и желание работать как таковое. Многие сейчас жалуются, что нет работы. Работа кругом море. Нужно желание. Никто не виноват, никто не будет искать рабочие места. Их нужно создавать и находить здесь на месте. И Стерлёв их создает. На его участке в 7 гектаров в сезон занята чуть ли не половина села. Народ у нас трудолюбивый, признает Малакановский Мичурин. Главное – желание. Поддерживает его хозяин большого подсобного хозяйства, старожил села Аскергузиев. Кто хочет работать, в любом месте работа есть и в любом месте он занятый будет. Всегда можно работу найти и всегда можно заняться чем-то полезным. Конечно, занятость населения – не единственная проблема в Малакановском. Как и в большинстве сел, в обновлении и реконструкции нуждаются объекты социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства. Доходы местного бюджета, мягко говоря, невелики. Почти 60% населения – люди пожилого возраста. Молодежь из села уезжает. И в школе, рассчитанной на 300 детей, сегодня всего 48 учащихся. Районные власти помогают, чем могут. Но важнее, что люди сами хотят перемен к лучшему, отмечает глава села Малакановского. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.